Привет! Итак, сортировка слиянием, или Merge Sort, это еще один алгоритм, который мы можем использовать для сортировки элементов массива. Однако, как вы увидите, этот алгоритм фундаментально отличается от сортировки выбором, пузырьковой сортировки и сортировки вставкой. Основной принцип сортировки слиянием – это сортировка маленьких массивов, и потом их комбинирование или объединение в отсортированном порядке. Сортировка слиянием производит такие операции с помощью инструмента рекурсии, который мы рассмотрим в ближайшем будущем. Но в данном видео говорить о ней мы не будем. Вот основная идея алгоритма сортировки слиянием. Сначала происходит сортировка левой половины массива, предполагая, что n больше 1. Запись Assuming n больше 1 означает, что если массив состоит из одного элемента, то этот массив по умолчанию будет отсортирован, и нам не нужно с ним ничего делать. Мы просто объявляем его отсортированным. Так будет, если массив состоит из одного элемента. Итак, из кода видно, что сначала сортируется левая половина массива, а потом сортируется правая половина массива, после чего эти две половинки объединяются. Теперь вы спросите, как же после того, как я разделил массив на две части, мне произвести их сортировку? Вы правы, пока про способ сортировки правой и левой части массива ничего не было сказано. Запомните, что независимо от длины массива, вы всегда можете объявить один его элемент отсортированным и с него начать сортировку. Это основная идея алгоритма сортировка слиянием. Разбить массив на массивы с одним элементом, а потом произвести их сортировку и слияние. Алгоритм сортировка слиянием достаточно сложный, его также тяжело визуализировать. И я надеюсь, что созданная нами визуализация поможет понять, как работает этот алгоритм. Я буду стараться изо всех сил доступно объяснить вам особенности работы алгоритма сортировка слиянием. И чтобы вы поняли, как его можно использовать. Итак, у нас есть тот же не отсортированный массив из шести элементов, который мы использовали в предыдущих видео. Из псевдокода выходит, что нам нужно сначала отсортировать левую и правую половину этого массива, после чего объединить их вместе. Итак, давайте разделим этот красный не отсортированный массив напополам, после чего приступим к сортировке левой его части. На время давайте забудем про правую часть массива, так как пока мы с ней работать не будем. То есть мы пока не сортируем правую часть массива, а сортируем только его левую часть. И для того, чтобы было легче объяснить каждый шаг процесса сортировки, я поменяю цвет оставшейся части массива на желтый. Теперь мы будем говорить только о левой части массива. Я надеюсь, что с помощью использования разных цветов, для обозначения определенных операций, вам будет легче понять суть происходящего. Итак, сейчас у нас в массиве три элемента. Как же нам произвести сортировку левой половины массива? То есть в данный момент мы будем сортировать левую половину красного массива, который мы перекрасили в желтый цвет. Давайте попробуем отсортировать этот массив. Помните, что мы сортируем только левую половину всего массива. Далее мы делим левую половину массива на правую и левую часть. И теперь левая часть будет меньше, чем правая, потому что эта половина массива состоит из трех элементов. Таким образом, левая часть левой половины массива – это один элемент, который равен значению 5. Число 5 – это единственный элемент массива, который мы по умолчанию считаем отсортированным, поскольку объявленный массив, состоящий из одного элемента, по умолчанию считается отсортированным. Итак, у нас отсортирована левая часть левой половины массива. Или у нас отсортирована левая часть желтого массива. Теперь для того, чтобы объединить вместе всю левую половину массива, нам нужно отсортировать правую половину желтой части массива. Как мы это сделаем? В этой части массива находятся два элемента. Итак, сперва мы, возможно, отсортируем левую половину массива, состоящую из двух элементов. Число 2 – это один элемент, который по умолчанию уже считается отсортированным. Теперь мы можем отсортировать правую половину правой части массива, то есть число 1, которое также уже считается отсортированным по умолчанию. Теперь мы достигли стадии слияния массивов. Сейчас мы завершили разбитие левой части массива на отсортированные массивы, каждый из которых состоит из одного элемента, и вы должны об этом помнить. Итак, у нас отсортирована левая половина желтой части массива. Далее нам нужно отсортировать правую половину желтой части массива. Для этого мы должны перейти к этапу объединения двух половинок правой части желтой половины массива. Когда мы смотрим на две половинки массива, мы видим числа 2 и 1. Какой из этих элементов меньший? Конечно же единица. Теперь какой элемент меньше? Число 2 или пустота? Конечно же число 2. Итак, в данный момент у нас уже отсортирована левая часть и правая часть желтой половины массива. Как видите, я опять изменил цвет элементов и это делается для того, чтобы вам было лучше понятно, какие операции следуют друг за другом. Сперва мы отсортировали левую часть, а потом правую часть оранжевой половины массива. Теперь нам также нужно объединить вместе эти две половинки оранжевой части массива. Это следующий наш шаг. Далее мы будем рассматривать все элементы, выделенные зеленым цветом и которые находятся в левой части массива. Объединяем эти элементы тем же способом, что и минуту назад элементы 2 и 1. Наименьший элемент левой половины массива это 5. Наименьший элемент правой половины массива это 1. Какой из этих элементов наименьший? Конечно же единица. Итак, снова производим сортировку. Наименьший элемент левой части массива это 5, а наименьший элемент правой части массива это 2. Какой из этих элементов наименьший? Конечно же 2. И наконец, после сравнения 5 и пустоты, переносим 5 в конец массива. Итак, давайте со стороны посмотрим на только что пройденный процесс сортировки. Если начать с самого начала, то мы только что выполнили первую часть кода, написанную в алгоритме сортировка слиянием. То есть мы отсортировали левую половину массива. В самом начале у этой части массива порядок был 5, 2, 1. Далее эти элементы прошли сквозь процесс подразбития, на более маленькие массивы, после чего мы их отсортировали и объединили. На этом мы завершили выполнение первой части псевдокода, по работе с первой половиной массива. Таким образом, мы отсортировали левую половину массива и теперь давайте ее заморозим. Далее давайте приступим к сортировке правой половины оригинального массива. Для этого нам опять нужно пройти сквозь процесс подразбития массива на элементы и потом их объединение. Итак, элемент левой части красной половины массива или элемент левой половины правой половины оригинального массива имеет значение 3. Опять же, я здесь последователен. Если у вас в массиве нечетное количество элементов, то неважно, правая или левая половина массива будет на один элемент меньше. Главное, при возникновении такой ситуации во время слияния массива вы должны быть последовательны. То есть вы должны всегда делать правую или левую половину массива меньшей на один элемент. В данном случае я всегда делаю на один элемент меньшую левую часть массива, нежели правую. Число 3 – это единственный элемент массива, поэтому он отсортирован. Мы и здесь используем правило массива с одним элементом. Теперь давайте отсортируем правую часть правой половины массива. Или правую половину красного массива. Опять же, нам нужно разделить эту часть массива, потому что он состоит не из одного элемента, который можно объявить отсортированным. Итак, давайте сначала отсортируем левую часть правой половины массива. Теперь она имеет один элемент, который по умолчанию становится отсортированным. Далее сортируем правую часть, которая также состоит из одного элемента, и он становится по умолчанию отсортированным. Теперь мы можем объединить эти два элемента в один массив. Сначала наименьший элемент число 4, а потом наименьший элемент число 6. Опять же, замечу, что мы сделали до этого момента. Мы отсортировали левую и правую часть правой половины массива. Если постараться объяснить, что мы сделали, используя цвета элементов, то мы только что отсортировали левую часть красной половины массива. А также мы отсортировали правую половину красного массива. Теперь же элементы правой части массива имеют зеленый цвет, так как мы их уже отсортировали. Далее нам нужно отсортировать и объединить две части правой половины массива. И это то, что мы сейчас будем делать. Черная полоса отделяет левую и правую часть массива, которые мы будем сортировать. Давайте сравним значение наименьшего элемента левой и правой части массива. Как видите, элемент со значением 3 является наименьшим элементом этих двух массивов. Теперь, как вы видите, у нас в левой части массива больше не осталось элементов. И мы можем оптимизировать процесс сортировки. Таким образом, мы можем просто перенести вниз уже правую часть массива и завершить процесс сортировки. Потому что мы знаем, что правая часть правой половины массива уже отсортирована. Теперь давайте опять заморозим полученный нами результат. И посмотрим, что мы к данному моменту уже сделали. Итак, мы выполнили первый и второй шаг, указанный в псевдокоде. То есть отсортировали левую и правую половину массива. Теперь нам осталось только отсортировать и объединить вместе обе половины массива. Для этого нам необходимо определить наименьший элемент этих двух массивов и устанавливать его в соответствующее место. Число 1 меньше 3, так что перемещаем 1 вниз. Число 2 меньше 3, поэтому переносим 2 вниз. Число 3 меньше 5, так что опускаем 3 вниз. Число 4 меньше 5, поэтому переносим 4 вниз. Число 5 меньше 6, так что перемещаем 5 вниз, после чего перемещаем вниз 6. Я знаю, мы проделали много шагов, и мы потратили при этом достаточно много памяти. Это можно заметить по пустым серым квадратам. Даже объяснение работы алгоритма сортировки слиянием заняло больше времени, нежели рассказ о сортировке выбором, пузырьковой сортировке или сортировке вставкой. Однако при сортировке слиянием большое количество процесса происходит одновременно. Опять же, замечу, этот алгоритм использует рекурсию, о которой мы будем говорить немного позже. И сортировка слиянием коренным образом отличается от ранее рассмотренных нами алгоритмов, и он из них является наиболее эффективным. Почему же это так? При самом худшем случае нам нужно разбить весь массив на единичные элементы, а потом их все объединить. Но когда мы производим подразбитие, то увеличиваем количество единичных массивов. То есть у нас есть куча одноэлементных массивов, которые мы эффективно объединяем в двухэлементные массивы. Далее мы берем двухэлементные массивы и объединяем их вместе, создавая четырехэлементные массивы и так далее. До тех пор, пока будет создан один массив с энным количеством элементов. Но сколько нужно сделать операций деления, чтобы получить массивы, в которых будет по одному элементу? Вспомните пример с телефонной книгой. Сколько раз мы должны разорвать пополам телефонную книгу, если она состоит из двух страниц? Ответ один раз. Как вы можете заметить, время выполнения этого алгоритма соответствует логарифмической сложности. Однако нам также придется пройти через все n-ное количество элементов. Итак, при наихудшем случае время выполнения алгоритма сортировка с влиянием соответствует формуле n log n. Мы должны просмотреть каждый n-ный элемент и произвести их объединение log n раз, чтобы создать один отсортированный массив. При самом лучшем времени выполнения алгоритма массив должен быть полностью отсортирован. Однако по условию алгоритма даже отсортированный массив все равно должен быть подразбит. Хотя в случае с отсортированным массивом подразбитие можно было бы и не делать. Но мы в любом случае идем через весь процесс сортировки. Таким образом, наилучшее и наихудшее время выполнения алгоритма сортировки с влиянием соответствует формуле n log n. Сортировка слиянием, безусловно, самый сложный алгоритм, который мы пока рассматривали на курсе CS50. Однако он является и наиболее эффективным. Таким образом, если вам нужна высокая производительность при сортировке большого набора данных, то вы всегда можете воспользоваться инструментом рекурсии, который с помощью алгоритма сортировка слиянием может сделать ваши программы более эффективными. Меня зовут Дак Ллойд и это курс CS50.